всем привет египет круга до сахал хашиш друзья сегодняшнее видео я хочу посвятить своей прогулочки в предыдущих видео неоднократно спрашивали коллег как ты ходишь свои 15 километров летом это практически невозможно при такой температуре да сейчас хочу сказать что в данный момент пол шестого вечера температура 39 градусов разгар лета идет как я вам говорил что я здесь не встречал температуру не в 50 градусов там 60 тем более возможно где-то в люксорах там конечно есть подобное или где-то в самой пустыне фургаде такой температуры никогда не видел вот сегодня мы с вами прогуляемся выйдем пройдемся естественно не буду снимать все полностью потому что моя прогулка занимает как правило особенно сейчас потому что я часто становлюсь воду попить в районе четырех часов это 15 километров за этот заходом магазин я ее сокращу мы с вами прогуляемся вдоль нашего отеля пройдемся вдоль отеля тропител сахал хашиш дальше пройдемся вдоль отеля барон сахал хашиш потом old палат сахал хашиш если не потемнеет мы пройдемся пирамису вам покажу и в лакшери также вам покажу как бурное строительство сейчас происходит здесь сахли здесь строится несколько комплексов апартаментов вот и также покажу если опять же не забуду покажу вам как строится новый отель который вроде бы по слухам обещались в этом году сдать это будет отель серий нити сахал хашиш ну серий нити говорят точно вот насчет дальше название сахал хашиш но обычно здесь у отеля окончание сахал хашиш вот так что покажу еще этот отель как он строится в каком процессе ну собственно говоря посмотрим и расскажу свои ощущения как гулять в сорока градусную жару с собой мы берем а перед походом я заправлюсь батончиком я как правило беру такие батончики протеиновые здесь сам он весит 50 грамм 22 грамма протеина то есть это белка 3 грамма углеводов 0 сахара здесь два с половиной жиров и общем здесь сто двадцать три калории не знают а так у меня перекус между завтраком и ужином стоимость такого батончика стоимость такого батончика было 38 фунтов в данный момент 41 фунт ну все подорожало вы наверно смотрели мои видео с обзора магазинов все потихоньку ползучие дорожает идет вверх кроме фруктов овощей они практически как были когда курс был там 15 к фунту так как они практически на этом же ну можно сказать и застыли вернее они дорожают но не настолько в этом видео я проведу испытания буду снимать уже на новый телефон муравей бежал проблема с муравьями муравьев немеряно немеряное количество муравьев я не знаю я их чем только не травил наверное не знаю очень большое количество их погибло здесь но они везде так с собой беру держатель новый который выслала валечка кто смотрел обзоры предыдущие предыдущие также первый раз испытаю новые наушники напомню holiland holiland mark 2 если я не ошибаюсь но то что holiland это точно потому что здесь на них хотя написано holiland а holiland mark m2 вот так называется наушники если кому интересно переходник я беру с собой под тэпсишку это под новый телефон 15 pro max и также это кейс зарядный вот такие вот микро ну еще раз покажу потому что я честно сказать сам шоке я их тестировал очень прикольный звук достойный куча валя получается купила комплектацию комбо там очень большое количество всевозможных девайсиков я беру с собой такую на шею вот так вот видите сейчас не той стороной накинул вот я беру такую штучку на шею почему чтобы я буду идти чтобы не хочу вот эти прищепочки не дай бог еще отпадет хотя здесь можно просто и на магнитике использовать можно вариант просто вот берете футболку хоп смотрите видите он уже висит без всякого этого но я не хочу потому что я буду идти активно и могу еще его потерять из этого я беру вот этот микрофончик холилен кстати он с шума еще с шума давом вот так он цепляется на магнитную штучку это так чтоб наверняка все он висит ничего не мешает собственно говоря в таком режиме я снимать и буду так как обычно вступление уже на пять минут все погнали на улицу так на улице солнце вечер уже почти что пол седьмого я только вышел потому что без головного убора хочу ходить боль ну раньше если выходишь то и тяжело без головного убора ходить в прошлом году по секрету хочу сказать я один раз чувство знания не потерял хорошо с собой вода была и там сел отдышался умылся голову намочил потому что вышел довольно рано прямые солнечные лучи и реально я не знаю наверно тепловой удар вряд ли солнечный скорее всего тепловой был удар так что повторю в сотый раз вам если вы выходите из отеля где-то гулять берите с собой воду головные уборы рекомендую так первое что я вам хотел показать это вот стройка то что я говорил один из комплексов это не отель будет это будет апартаменты 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 как называться не помню тут раньше флаги торчали год назад там еще и конь как говорится не валялся торчали флаги с названием этих апартаментов опять же обещают вроде бы сдать в этом году не знаю насколько это реально сами понимаете у египтян одно так что он еще хотел показать ребята честно сказать до того как начал жить египте вот это знаете что это вот пальма растет да это финики ребят вот так они растут просто обычные финики они естественно увеличатся сами понимаете что их можно не покупать можно приходить просто здесь рвать если я помню то урожай снимается по моему они начинают в августе но весь прикол в том что в прошлом году их почти не было вот ветер пальма без фиников стоит прошлом году фиников почти не было а в позапрошлом году было просто немеряное количество вот и получается это пальмы родят как приблизительно у нас то есть я знаю что там у нас допустим там ну в селе раньше яблоня один год дает хороший урожай на второй год говорят что она типа отдыхает так что здесь с финиками такая же проблема как у нас плюс-минус с яблоками ну яблоки груши там у кого что несколько раз показывал вот это вот корпус именно отеля gravity где находятся квартиры ну здесь на первом этаже магазины кальянные также квартиры приблизительно наполовину этого корпуса квартиры приблизительно наполовину корпуса отельные номера так ну а мы с вами идем в сторону моря включусь уже возле тропителя который вот находится кстати с левой стороны пишите кто в тропителе отдыхал я здесь встречал неоднократно зрителей наших свалей в принципе по моему даже ни одного человека не было который был бы недоволен тропителем напомню тропитель сахал хашиш пять звезд мне кажется что шоу этого тропителя плохо так это с аквапарком ну уж очень скромный он для пятерочки посмотрите три маленьких горки так ну что вышли мы к отелю вернее проходим через отель тропитель тропитель сахал хашиш это пляж отеля вот так выглядит территория если вы не гость отеля но хотите допустим зайти то вот перед вами итальянский а-ля карт здесь можно зайти и купить пиццу там я не знаю пасту что там еще в итальянском продается красивая территория фонтанчики все облагорожено обустроено тут вопросов как говорится нет вообще в сахле все по моему отели такие будем так говорить ну типа изысканные здесь мы вот фото зона есть крылья а там мы прошли фото зона сердце кстати 15 про макс на которые сейчас снимают это первое видео славится своей какой-то там бешеной стабилизации то есть вообще бешеные прибешены вот сейчас я иду просто очень быстрым темпом мне вот самому будет интересно как она стабилизирует просто трусит неплохо сейчас так здесь зона анимейшн сначала детская сколько 8 пол девятого потом взрослая все любители все остальные кто не гости можете вот я иду по набережке то есть можете спокойно подходить танцевать слушать смотреть вот такие вот электрокары можно арендовать валя приедет хочу взять машинку погонять да вам поснимать как это все выйдет по ценам расскажем сколько стоимость когда-то стоило 20 долларов не знаю можно начать столько и стоит присутствует кальянная шиша так прошли метро петель сразу хочу показать вам следующее строительство это говорят что это тоже не отель говорят что это тоже апартаменты сейчас я увеличу вам мало того пятнадцатом про макси зум хороший ну кому увеличусь что-то не понял что-то сильно не увеличивается короче стройка тоже идет но она как-то здесь тоже местами то ее строит вот сейчас конечно на зуме очень колбасит интересно насколько сейчас будет сглаживание я имею ввиду вы поняли интересно самому посмотреть короче это очередная стройка очередные апартаменты довольно таки большие будут насколько я понял не один корпус но в этом году я думаю что вряд ли кто-то сдаст чего хотя иногда очень активно строит а мы с вами идем дальше проходим отель ля рейв пять египетских звезд этот отель сто процентов восемнадцать плюс это пляж вот так выглядит а вот его территория тоже все аккуратненько все чинно все благородно все красиво ну как обычно здесь вот я часто прохожу это один из отелей где ну постоянно тишина то есть такого знаете это отель для взрослых но я сказал что он не молодежный вот в чем дело о вот так название написано вот ля рейв вот пожалуйста он небольшой ну как по территории не неплохой но без таких знаете там огромных огромных территорий море здесь здесь есть свой пирс у отеля вот здесь охрана странная помню когда первые разы проходил мимо ну там еще вы поняли два года назад так и не спрашивали типа чего здесь ходишь хотя вот это считается ну общая набережная это не отельная территория повторю что все отели здесь которые находятся они без забора то есть открытая как бы территория и у всех отелей охранники сидят зыркают туда-сюда чтоб никто не дай бог на территорию не забежал хотя не знаю даже если забежит человек на территорию все равно без ремешка ему он там ничего не сделает так выглядит пирс отеля ля рейв так и мы идем с вами дальше гуляем хочу сказать вот я уже прошел скоро будет два километра дует легкий ветерок я на микрофоне отключил шумодав не скажу что там ураганный ветер нет наверняка вам слышно задувает ну мне абсолютно не жарко в данный момент вообще не жарко хотя температура почти 40 ну там 38 все включусь уже дальше после следующего отеля проходим территорию одного из самых лучших одного из самых крутых отелей в хургаде может быть даже честно сказать и в египте это барон барон сахал хашиш вот здесь кстати недавно еще месяц назад один песок был сейчас посмотрите все растет все цветет стоит барх это они так прообретились один из самых классных отелей ну естественно и по деньгам один из самых дорогих отелей здесь тоже всегда спокойно как не проходишь мимо тихая спокойная музычка играет как в принципе и сейчас но вам наверно не слышно потому что шумодав включил по вечерам саксофон ну все здесь размеренно течет шума гамма никакого нет насколько я понимаю в основном такие спокойные люди здесь отдыхают без всяких там татанцулик особых пляж у него береговая линия огромная у этого отеля у барона тоже есть свой пирс пирс я так понимаю один из самых коротких потому что самый длинный в гравити тропитель потом ля рейв и у барона самый короткий пирс барон время от времени вот здесь вот на вот этим пустыре устраивает какие-то пати я имею ввиду там не знаю праздничные ужины как-то так на берегу отель классный конечно мы здесь с Валей не были я не знаю наверное вряд ли и будем потому что ценник на него ну я так понимаю в сезон сейчас где-то долларов наверное 300 в сутки пишите кто был в бароне кстати несколько наших подписчиков я и в бароне встречал ну вот так вот я гулял люди ко мне подходили узнавали то есть как говорится и в бароне есть наши люди кстати барон находится ровно в двух километрах от нашего отеля такие дела ну а мы с вами еще идем дальше ровно два километра прошел усталости 0,0 и так ровно через четыре километра у нас отель олд палас так вот выглядит его пляж вот так вот выглядит территория тоже симпатично тоже здесь встречал подписчиков честно сказать наверное уже и нету отелей которыми не встречались подписчики спасибо всем ребята кто кто пишет кто желает встретиться я гуляю каждый день пишите подойду без проблем кстати сегодня ребята я буду встречаться еще с подписчиками ребята в прошлом году были здесь может кто помнит кто смотрел влоги это джигуль которая подарила мне эту кенгурушку или как сказать для бассейна там где с капюшончиком белая просто респект и уважуха спасибо большое тогда мы встречались я приходил к ним в отель в лакшери сейчас точно так же они с супругом если не ошибаюсь валерием тоже находится в отеле в лакшери я сегодня с ними буду встречаться вроде бы гостиницы тоже везут кепку кто-то потерял сэр вот там лежала окей не знаю может с машины у кого выпало может еще что то потому что сейчас кто-то переедет да и все вот я веду две панамки поднял мне не сложно вот так что буду встречаться с подписчиками тоже вроде гостиницы будут какие-то будет распаковочка вечером я вам покажу что мне привезли наверняка знают мою слабость это черный шоколад и семечки это в любом случае потому что ну здесь таких семечек нет как у нас не веду здесь семечки они прикольные длинные но не как наши пузатенькие ладно прошли отель олд палац идемте дальше красотень вечер на этой стороне говорю вам возле фонтанов нету никогда волн почти там дальше я вам обычно на пляже снимаю про месяц рассказываю по морю гуляю но сегодня не про это видео сегодня мы с вами я вам показываю все свой путь в одну сторону как я хожу что все 15 километров показывать не буду сейчас я буду через фонтаны проходить вот тут ветерок дует интересно как шумодав работает хочу сказать в этой комплектации наушников еще есть специальная лохматка я называю ее такая будет так говорить волосатая насадка на микрофоны которая гасит порывы ветра сейчас мы с вами пройдемся через фонтаны их уже включили видите они работают только вечером кто желает посмотреть на фонтаны приезжайте ну к заходу солнца потому что до захода солнца они не работают а как потемнеет то еще подсветка включается красивая прохожу по через фонтаны только по одной причине по ступенькам хочу побегать немного потому что по ровной поверхности это одно ходить а по ступенькам пройти совершенно другое кто может первый раз на канале не знает если вы желаете посетить эти фонтаны это все бесплатно берите такси из Хургады, Ширатона раньше стоило там 100 фунтов примерно сейчас за 100 фунтов уже наверное проблемно последний раз я ездил блин фунтов 120 если я не ошибаюсь 120-130 это там два с половиной доллара приблизительно ну пускай три будет любителям фотографий как говорится здесь посвящается здесь очень много зон красивых где можно пофотаться ага часть фонтанов еще не включили видите не работает мне кажется вон человек ходит расставляет а он не расставляет он открыл сейчас наверно включать будет только да получается включает их в пол восьмого видите он залазит сейчас будут крайники откручивания так еще один маленький пролетик и мы вышли с фонтанов стараюсь ходить довольно быстро если честно останавливаюсь за эти 15 километров 2-3 раза один раз из них в магазин хожу вот а пару раз я сажусь в воду пью потому что сами понимаете обезвожение да мужик он включил вот так выглядят фонтаны почти все египтяне добродушные сейчас уже сезон каникул сезон отпусков сейчас египтян довольно таки большое количество в общем это видео не про фонтаны показал вам идемте дальше вот такой вот помпезный огромный вход на эти фонтаны я же говорю если есть желание у вас полистайте посмотрите на канале про сахал хашиш мы в принципе все достопримечательности с вами снимали я отдельно некоторые снимал прямо вот туда находится врата фараоник гейт врата фараонов слева в ту сторону я пришел только я шел по набережной это дорога тут 4 километра до моего отеля а в ту сторону находится бывший сандрайс пирамиса мы часами немножко пройдемся и свернем опять на набережку на променад не хочется ходить делаю тут машины ездят все таки мне кажется что дышать лишний раз газами не стоит наверное все гуляем с вами дальше очень красиво конечно цветут хочется сказать петуньи но это не петуньи мне уже объясняли зрители забыл как называется только же здесь снял птичку сейчас я вставлю сюда если не забуду конечно ставлю посмотрите смотрите есть тут среди нас орнитологи подскажите что за птичка потому что такую здесь я не сильно часто вижу и недавно на днях смотрите как снег лежит и недавно на днях я снял еще когда-то я снимал маленького орлика ну типа нашего сокола что-то такой ну птица хищная так вот недавно я снял на марине крупного орла такую ну это я называю орел по-настоящему понятное дело что это не орел хотя может какой-то там пустынный сейчас тоже если не забуду вставлю сюда видео с этим хищником большим так вот здесь вот мы когда свали сюда приехали вот эта стройка она была как бы почти заброшена сейчас она активизировалась очень активно строят мне кажется что если не забросят то в ближайшей перспективе будет очередной вот тут я не знаю то ли отель то ли апарты это будут прямо возле фонтанов находится так с вами шуруем на полных парах проходим отель отель бывший sunrise romance сейчас kai sol romance так он выглядит отель тоже 18 плюс только для взрослых здесь по вечерам если хотите можете послушать музыку ну естественно вас за столик не пустят но тут вот на набережке можно сесть обычно так все делают и слушают живую музычку а так ну а мы на всех парах идем дальше пс 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 котика в египте зовут не кис 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 а зовут кс кс хотя он ведется и на кис 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 и на кис 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 как как вы видите кстати не так давно открылась у под мариной кафе и какая то забегалочка тут обычно кись кис 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 я обычно здесь сажусь делаю первый перерыв вот же андалуз если не ошибаюсь точно так называется это апартаменты известны так смотрим что я тут прошел видите 66 минут пути прошел и пять километров 30 330 метров обычно я хожу быстрей сразу хочу сказать уже вам говорил неоднократно что съемки отнимают уйму часу уйму времени внимания и сами понимаете собраться что то сказать и скорость ну обычно я хожу быстрее за 66 минут обычно я уже могу пройти там не 5 300 5 400 7 километров но сразу хочу сказать что зимой ходится быстрее вот когда прохладнее когда жарко давно как-то идет сам медленней ладно пью воду и иду дальше редко здесь тучки бывают и когда есть тучи и закат то очень красиво получается с марины сейчас классные были бы кадры но ребята пока мисс не потемнело я хочу пройтись у меня в планах еще но обычно я хожу за туда за пирамису хочу показать вам как строится новый отель серий нити сахал хашиш пройти через территорию пирамисы и в лакшери так что вперед так вот здесь вот между апартаментами андалуз и пирамисой строится отель он здесь устроился он здесь устроился но сколько здесь два года я в сахал хашиш и он был стоял заброшенный последних только где-то с осени ну плюс-минус полгода здесь возобновилось строительство активное сейчас вечер уже видите никого нет активно и обещают вроде бы до конца года ну сдать это не знаю насколько это реально но работы идут активные каждый здесь хожу каждый день здесь что-то происходит ну а мы идем в следующая пирамиса и так пирамиса это если не ошибаюсь итальянский а-ля карт у них здесь вот наш с вами любимый это монгольский а-ля карт у пирамисы самый классный кстати ну я думаю что спрашивать кто-то отдыхал пирамисе с наших зрителей можно не спрашивать потому что мне кажется пирамиса один из таких отелей в которых наверно максимальное количество наших зрителей было вот здесь я постоянно встречаю подписчиков подходят люди здороваются фотографируются мне конечно приятно спасибо вот не то напомню не так давно наверно год назад пирамиса разделилась на две части и одна часть стала вы лакшери привет а вторая часть осталась пирамиса это сейчас мы проходим саму пирамису есть нашу ребята я конечно не понимаю вот смотрите видите вот лежат труп из этих сосен хотел сказать пальм блин они попилили такое огромное количество пальм конечно не мое дело но честно скажу осуждаю такие крупные четкие здоровые пальмы видите лежат просто трубаками до первое место неплохой отель ну естественно он не люксовый до люкса ему далеко сами понимаете потому что на него и жалоб много по-своему он не из дешевых но честно скажу мне нравится лично могу сказать тут и по еде нормально это все кстати не так давно здесь открылась как кальянная все вот это мы зашли на территорию в лакшери раньше это было тоже территория пирамисы вот этого территория видите тут раньше были пальмы сейчас все по выкашивали ничего нету вот вот эта территория отель в лакшери опять же лежат вот трупы пальм огромная пальма блин не знаю мне кажется что они такие вырастают наверное за десятилетия может быть даже еще и больше в этом отеле мы не были с валей ну были на этой половине когда он был еще пирамисой но сейчас насколько я понимаю что здесь и концепция поменялась ну уже довольно большое количество подписчиков здесь наших отдыхала сейчас я буду встречаться с нашими зрителями также гуль с мужем вот вам пожалуйста бык стоит его двигает то в одну сторону то в другую не знаю что то наверное символизирует ну конечно изменения здесь грандиозные сделали после пирамисы потому что это половина раньше была такая найти не основная то сейчас это полноценный отель со своими всеми движениями так это пляж отеля в лакшери здесь вот а-ля карт отеля сейчас еще прогуляюсь туда пройдусь буду встречаться уже с подписчиками потом уже включусь я уже иду нажат назад прошел полпути всего я прошел уже не наводится или наводится 11 километров 660 метров прогулялся сегодня наверное я не пройду пятнаху потому что как уже говорил встретился с зрителями пока поговорил вот из-за этого столько уже не пройду сейчас я сижу возле отеля ля рэйв мне кажется шоу айфона сейчас на iphone снимаю мне кажется ночная съемка довольно таки ну относительно других довольно качественная посмотрите у меня полный рюкзак я даже магазине заходил полный рюкзак забиты гостинцами и подарками чувствую что будет хорошая распаковочка также кюль просто спасибо респект все идем дальше ну что друзья закончил свою вечернюю прогулку вечернюю тренировочку свою прошел я сегодня естественно меньше сейчас скажу сколько прошел 15 к сожалению не прошел прошел прошла сегодня 2 12 почти 12 с половиной километров шагов 17139 короче вот так вот почему пятнашу не пропит нахуй не прошел свою почему пятнаху не прошел к сами понимаете говорил же он сто раз что съемки видео очень сильно выбивают из колеи ну на них отри реально отвлекается сами понимаете сбивается темп ну кто там бегает или кто ходит должны меня понять что если вы начали заниматься то отвлекаться если отвлекаетесь то сбивается темп из этого с вас лайк кто не подписан подписочка расскажу двух словах по поводу тяжело ли летом ходить хочу сказать что я стараюсь каждый день ходить 15 километров бывает прохожу больше но бывают моменты когда встречаюсь с подписчиками допустим как сегодня там мы сидим ну разговариваем болтаем на разные темы там бывает полчаса бывает час сами понимаете что мне всегда приятно поговорить со своими зрителями и ну и зрителям надеюсь взаимно я сегодня встречался с нашими подписчиками почти принужи заплетается подписчицей также гуль с мужем привет вам если вы смотрите знаю что вы смотрите вот там вы в лакшери какая-то что-то поменялось там охрана бегала за нами меня не пустили на территорию совсем ладу такое дело в общем тяжело или нет летом каждый вечер прохаживать в районе температура в районе 40 градусов по 15 километров друзья хочу сказать сразу что я вам сейчас скажу не сильно тяжело вы наверно не поверите но я скорее всего наверно адаптировался уже к местной климату к сухой жаре в прошлом году мне было сложнее сразу говорю что было сложнее в этом году как-то попроще может быть еще нету конечно такой жиры ну хотя уже 42 градуса я уже видел на градуснике было сейчас немножко прохладнее но она так плюс там 40 38 37 по ночам температура уже меньше 40 меньше 30 меньше 40 это перебор меньше 30 редко опускается бывает там крайне редко 28 ночью вот я видать адаптировался мне комфортно особенно если дует ветерок ветерок конечно летом дует не прохладно он больше как знаете как спички но все равно я мне комфортно будем так говорить комфортно когда жарко и сухо мне комфортно я без проблем на прохожу своих 15 километров устаю ли я или нет ну усталость естественно есть не могу сказать что с ног прям падаю но усталость имеется сейчас запишу видео схожу в душ естественно в душе взбодрюсь напомню про души что здесь в египте кто не знает здесь в принципе нет холодной воды особенно летом потому что все баки стоят на крышах они нагревается за день и особенно днем такое впечатление что температура ну блин градусов наверно 50 скорее всего ну с холодного естественно крана градусов 50 льется из-за этого если хотите прохладный душ тут буквально нужно первую минутку пока по трубам идет прохладная водичка вот это вот потому что дальше идет просто горячим так чуть не забыл же распаковку вам показать друзья то что привезли подписчицы их также гульс со своим мужем я честно сказать шоке даже не знаю с чего начать просто завалили подарками гостинцами нас валя спасибо огромное ну давайте начну с чего-то допустим вот отсюда это наверно многим путешественникам особенно кто в турции был две упаковочки такого турецкий кофе пожалуйста заварной турецкий кофе самый популярный в принципе он очень неплохой мы с валей его любим пить этот кофе я последние полгода кофе вообще что-то не пью кто смотрит влоги после того как я осенью переболел не знаю то ли коронавирусом то ли я уже забыл лихорадкой да не тут говорили возможно это что-то меня от кофе отвернула ну не то что совсем его не пью но на данный момент летом как-то вот в жару мне что-то не сильно я больше пью обычную воду кстати забыл сказать что за проход за свой вечер я за вот этих вот 3-4 часа со своих 15 километров я выпиваю две полторашки одну полторашку и выпиваю в одну сторону иду захожу потом супермаркет покупаю другую и прихожу по пути выпиваю вторую то есть его твои 3 литра воды вот на кофе что-то не тянет арбуз еще арбуз холодильничка этот вот кстати арбуз это мой данный момент ужин так здесь конечно дальше пошел просто шок контент как говорится белорусская говядина тушеная говядина короче тушеночка ребята вот так это выглядит в прошлом году нам тоже привозили ребята ее же прикольная тушенка мы делали не помню как обычно мы друзей приглашали то ли картошку делали с тушу тушеную с тушенкой то ли гречка уже не помню но прикольно очень неплохая еще какая-то другая такая вот короче три банки тушенки здесь большое количество протеиновых батончиков огромное не буду все разворачивать шуметь вам протеиновые батончики это где как перекус вот такая вещь опять же протеиновые батончики бывают разные надо смотреть что больше было именно белка протеина ну и поменьше жиров жиров как правило очень мало дальше что идет когда-то нам дарили подписчики из беларуси белорусский шоколад офигенский мало того в этой плитке 200 грамм офигеть название конечно коммунар очка это мне что-то вспоминается все знают наверное сейчас сладости рошен фабрика рошен так при советских временах она называлась фабрика имени карла маркса во вспомнил именно карла маркса тут кому на рачка как-то вы поняли как-то видать наверное название еще с тех времен хотя написано кандирская фабрика коммунар очка с 1905 года подождите так коммунар очка же при советах пошла ну ладно не будем разбираться вот такую вот коробку конфет конфеты насколько я понял то написано вроде сделаны в польше не важно где сделаны такая вот коробка конфет дождется валю привет валя не знаю там кстати у меня где-то есть еще мы на новый год забыли с валей покупали шампанское безалкогольное шампанское итальянское оно недорого стоило там 100 чем-то фунтов там 23 доллара стоило бы представьте мы на новый год забыли его выпить где-то но стоит вот можно будет валя приедет с валечкой сесть вот такие вот конфеты и по бокальчику шампанского так вроде бы так основное все показал вернее основное да не основное ребята дальше как я предупреждал пойдет шок контент то чтобы мы вообще не ожидали таджигуль просто ну просто балует нас валяй как только может если вы помните в прошлом году она привозила накидку в которой я ну на пляж хожу я искал здесь купить но здесь материал какой-то он не хлопок и не лен а какой-то знаете такой больше я называю это химически ну короче искусственная какая-то мне не нравилось мне я хотел купить либо леную либо как она там или хлопковый также гуль привезла в этом году и мне и валечки вот такие вот штучки с капюшоном пожалуйста ну кенгурушки не знаю кто как их называет на лето это отличная тема это я всем рекомендую кто приезжает египет или покупайте дома такие штуки или здесь египте ищите но сразу говорю что сейчас настоящего материала и пас хлопка или сына здесь проблем в красочи мне не попадалось на глаза наверняка найти можно но там где я спрашивал не попадалось из-за чего солнце очень активно это не только на лето весна осень берите такие штуки люди в таких штуках я видел даже купаются вот потому что даже в воде можете сгореть вот такие штуки и вали и мне и валечки и мне также гуль купила спасибо огромное большое большое спасибо это вообще неожиданно также в одном из видео я сказал что у меня протерлась моя футболка которой я постоянно гуляю красная сейчас я в другой уже хожу потому что там действительно там уже такие дырки от рюкзака я же назвал эту футболку балансиага джигуль посмотрел и купила такую мне футболочку взамен спасибо огромное спасибо очень приятно спасибо за гостиницы вот часто люди конечно дарят какие-то гостиницы нам то шоколадки то семечки огромное спасибо в общем на этом я буду заканчивать я думаю что видео я как обычно старался сделать разнообразным показал вам сахал хашиш показал вам отели которые здесь чем как говорится дышит сахал хашиш встретился с подписчиками распаковочку подарочков сделал вот ну на этом буду заканчивать в общем как обычно с вас лайки и подписочки с вами из египта из хургады из сахал хашиш был олег пока еще все еще без вали и всем пока а и Субтитры создавал DimaTorzok